Шерлок Холмс с Робертом Дауни уже на бусте, а также поступь хаоса с Томом Холландом. Сегодня у нас снова лучший дружбан Керамзита Джонсона и после заездыча, Джейсон Хрензавалиш с Тэтом, или для староверов с Тэтхэм, в фильме Адреналин, снятый Брайаном Тейлором и Марком Невилайдом, по собственному сценарию с бюджетом, при котором Роберт Дауни и за ухом не почешет, но при этом собравший в прокате в 4 раза больше, что позволило пацанам начать свое восхождение на Олимп Голливуда. И продюсеры уже щедро отсыпали кентам-режиссерам 60 миллионов на Геймера с Баттлером, который в прокате провалился. Второй Адреналин собрал меньше, а Призрачный Гонщик 2 закопал карьеру пацанов как режиссеров полного метра. Да уж, бывает. И пацаны ушли в сериалы, где приложили руку к довольно прикольному и трешовому хэппи, вставки с которого ваш покорный омский хрен пользуют на регулярной основе. Стопэ, стопэ, стопэ! Ёбут! То есть, фига себе! Но Адреналин стартует с того, как Стэтом переехал в Америку, взял псевдоним Чеф Челиус, и как и положено, без какой-либо интриги, устроился в преступный синдикат наемником. И поубивав людей то тут, то там, получает от своего босса Дона Карлита заказ завалить главу китайского синдиката. И прямо перед убийством Челиус ловит синдром проснувшейся совести Джейсона Борна и Джона Уика, и решает не убивать китайского босса, так как решил завязать из-за того, что встретил барышню неописуемого темперамента и трудолюбия, которая готова отпылесосить салон его машины прямо во время движения. Фильм для женщин. Ах, пожалуй. И когда Челиусу ничего не мешало сначала грохнуть Херачпоку Тагаву и спокойно свалить с подругой, просит китайца дать ему время на побег. Но на следующие двое суток ты исчезнешь. Это мое условие. Ведь скрываться, когда ты выполнил заказ и не выполнил, и тебя будут искать по всей стране, для Челиуса одно и то же. Когда мог выполнить заказ, получить гонорар, забрать подругу и свалить в Казахстан, где снял бы нормальную хату, взял бы ПК, Иксбокс или Плейстешн и кайфовал днями напролет War Thunder. В этой бесплатной многопользовательской онлайн игре идет акцент на реалистичность и эпичность стражений с использованием военной техники. Уникальная особенность War Thunder заключается в том, что на одном поле боя сражаются разные типы техники. Одни игроки атакуют позиции на танках, а сверху их прикрывают игроки на вертолетах и самолетах. На морских локациях под управлением игроков могут находиться корабли большого и малого флота. War Thunder множество как известных, так и уникальных образцов техники. От начала 20 века до современности каждая единица имеет свою особенность и ощущается в управлении по-своему. И все это на современной графике и продвинутой физике. Слышал Доминик? Да ты башкой стопнулся. А главное, War Thunder постоянно появляется что-то новое. Игрокам, которые перестали играть в прошлом, точно будет интересно посмотреть на новинки. Так чего же ты ждешь? Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании. По ней же все новые игроки, и те, кто не заходил в War Thunder полгода и больше, получат 100 тысяч серебра, неделю аренды легендарных немецких танков, три премиумные машины в подарок навсегда, бустеры на прокачку, неделю премиум аккаунта и другие бонусы. Но поторопись забрать все это. Ссылка под роликом. Да только не знал Челлиус, что его босс решил списать его со щитов и подрядил для его убийства одного отмороженного гринга Верона, который тупо приходит к Челлиусу домой, вырубает его битой за кадром, так как в кадре с Теттема вырубить не получится, и вкалывает ему загуститель крови. Ведь просто прострелить голову, это уже как-то не по-бандитски. И Верон еще и заморочился, и записал стебный видос с пояснениями, чем и как он его отравил. Дерьмо из мира китайских высоких технологий. Правильно? Правильно, блять. И в чем прикол, если все равно не увидит реакцию Челлиуса, а так только оставил на себя неопровержимую улику для полиции. Я тебя кокнул. Если бы Челлиус прямо тут оттопырился, и началось бы расследование по поводу его смерти. И ладно, Верон по виду видно, что интеллектом не блещет, но о чем думал Челлиус, когда работая наемником, и имея полгорода врагов, живет в квартире, которая как проходной двор, что его вот так могут застать врасплох и приложить битой. Да даже обычная железная дверь избавила бы его от этих проблем. Как ты стал таким тупым? Стэтем подрывается пуканом, ведь не привык, чтобы его так имели. И нет бы первым делом бежать в больницу, давая разносить хату, теряя драгоценное время, после чего прыгает в тачку и начинает обзванивать то свою подругу, то знакомого радужного мальчика, которому дает задание. Ты всем раззвонишь, что я ищу Рик и Верону. После чего ради инфы о Вероне приезжает в клуб самых одаренных людей на планете, которые само собой занимаются чисто просветительной и созидательной деятельностью. Чисто сомалийские идиоты. А мы черные люди одаренные. И когда главный из одаренных не в курсе, где искать Верона, Что я не знаю, где реки Верона прячутся. Челлиус сразу остывает и за дружбу накатывает сахарной пудры с самого чистого сортирного пола. И решив, что он бессмертный, бросается на толпу одаренных, когда у них у каждого с собой ствол. И кто-нибудь на нервниках может и пальнуть. Но все эти прекрасные парни оказались интеллигентами и не запинали лысого снежка толпой, а позволили спокойно уехать. Мужики называются понос. Тут же объявляется Верон, чтобы в очередной раз перед Челлиусом показать себя ибанасом, доложив ему о своих планах. Я скоро завалю ту крошку, по которой ты так усиленно ползал в последнее время. Ну да, чтобы Челлиус успел предупредить подругу, и она свалила из дома. Да и сам Челлиус на какой-то хрен светил своей любимой в бандитских кругах, чем на ровном месте ее и подставил. И только Челлиусу на хвост садятся голливудские ленивые копы, как ему набирает его личный врач-токсиколог-нарколог, который за минуту разбирается, что с британцем и дает совет. Выброс адреналина тебе умереть не дает. И так как с Тетом пока еще не знаком с одним из членов команды Солярыча, он не справляется с такийским дрифтом и лишается колес. Хотя без них он куда быстрее сваливает от копов. Максимально вежливо выселяет пассажира из такси и просит водилу включить что-нибудь заводное. Прибавь звук. Что каким-то чудом вызывает очередной выброс адреналина, и Челлиус продлевает свое пребывание в мире живых. Следом затаривается в магазине энергетиками, предъявив продавцу уникальную стопроцентную скидочную карту, после чего тупо приходит на виллу своего босса Дона Карлита и ныряет к нему в басик. И только после этого охрана мафиозника просыпается. Пускают всех подряд. Помоги мне найти противоядие. Противоядие не существует. В общем, вычислив по улыбке босса, что ему глубоко накакать на проблемы своего наемника, Челлиус одалживает у Махмуда тачку, чтобы найти тихий уголок и помереть. Но вот у дачи, радужный мальчик, в многомиллионном городе натыкается на брата Вероны. Я только что видел брата Вероны в ресторане Принц. Который уже через несколько минут лишается возможности играть в Counter-Strike. Но все равно остается вполне боеспособным. И когда у братишки появился реальный шанс отправить Челлиуса на тот свет куда быстрее, он на какой-то хрен отвлекается на безобидного радужного пацана, вместо того, чтобы доработать опасного Челлиуса. И за такой п*** пускает свои мозги погулять, что и дает возможность Челлиусу бросить Верону ответку и уже подорвать его пукан, сообщив, что в его семье на одного члена стало меньше. Тут снова на связь выходит доктор и просвещает Челлиуса, что ему нужно раздобыть эпинефрин. И так как Америка не Россия, и тут нет аптек на каждом углу, Челлиусу приходится тратить время и гнать до больницы. И даже не сменив окровавленную рубашку, как одержимый принимается требовать у фармацевта лекарства. На что девчуля, какая неожиданность, выдает отказ и сообщает копам про такого неадеквата. Хорошо, что мир не без добрых наркоманов, и один торчок советует капли для носа. Капли в нос, там эфедрин. И пока Челлиус выиграл несколько минут жизни, чтобы сбить со следа копов, словно Хитман меняет одежонцию. Правда, как-то не подумал, хотя бы свою супер узнаваемую лысину замотать полотенцем. Стой! Эй, стой! Ну и раз хуже уже не будет, прямо во время побега Челлиус наезжает на медбрата, чтобы тот ему родил и пенифрин, параллельно отпугивая самых беспомощных полицейских города. Но тут ему становится хреново, и он не придумал ничего лучше, как попросить медбрата уехать его дефибриллятором. Что, конечно же, вместо смерти, дает уникальному телу Стетхама прилив адреналина. В секунду успевает отстреляться от копов, и засандалить в себя лошадиную дозу и пенифрина, что также не сказывается отрицательно на здоровье, а только делает из него Капитана Америку. И когда Верон, бог знает сколько времени назад, сказал, что замочит его подругу, Челлиус еще останавливается поглазеть новости про себя любимого, и светит левому типу свой 8-сантиметровый стручок. 9,5! Плюс-минус сантиметр. Как ты с этим живешь? Никак. А когда легко разоружает мента, тот тратит время, чтобы поиздеваться над ним, когда его подругу уже может убивают. Но трюки идиота куда важнее, особенно когда он в курсе, что переломы ему не страшны, и можно творить любую дичь. Даже успел по пути к подруге отжать у гопника костюм, который еще больше повлиял на ухудшение его интеллекта. Ведь когда убийцы могут появиться в любой момент, Челлиус принимается сюсюкаться с подругой, вместо того, чтобы заставить ее по-быстрому собраться и свалить. Микроволновка. Микро. Часы переведешь, а то летнее время уже действует, а часы еще не переставлены. Еще и вправду пошел часы переустанавливать, когда должен был помогать и собираться, или хотя бы пасти дверь на случай неожиданных гостей. А он еще и вафельницы руку запекает, когда она ему скоро может понадобиться для разборки. А теперь из нее кулак не сделать. Везет, что Верон послал к подруге самых конченых дилетантов. И все разбрелись по одному, когда знают, что здесь уже может быть лучший киллер города. Один зачем-то звонит ей снизу, чем сдает себя и сразу получает черепомозговую. Второй Ворон считает. Еще и опиздюливается в режиме стелса, что подруга даже не услышала, как у нее за спиной дерутся два мужика. Закинувшись с новой порцией пенифрина, у Челиуса наступает минутка откровения. Я тебе говорил, что пишу игровые программы. Да. Это неправда. Ну тут даже бы слепой понял, что он кто угодно, но точно не программист. Но учитывая, что девочка вместо завтрака посасывает бульбулятор и живет по принципу, вот и день прошел, ну и нахрен пошел, то я и простительно. В общем, Челиус рассказывает подруге, что его настоящая работа борьба с перенаселением планеты. Я убиваю людей. Я решил завязать ради тебя. И что он скоро крякнет от супер китайского яда, на что Подра реагирует соответственно. Если уж надумал меня бросить, то сказал бы правду. Но тут ему снова становится хреново. И когда мозгов нет, чтобы когда еще был в больнице, взять с собой несколько шприцов и пенифрина, и регулярно себя колоть, у него остается самый последний и малоэффективный способ. Займись со мной любовью. И конечно же, нужно брать подругу силой на виду у толпы туристов, когда мог увезти ее в кафешку, где они только что сидели, и уединиться в туалете. Но посопротивлялась подруга не больше минуты. Но Стэтом не был бы Стэтхамом, если бы не заставил нижнего брата проснуться, что и дарит ему еще несколько минут жизни. И прямо в процессе Челиусу звонят-звонят бывшие братки, которые под предлогом, что нашли Верона, заманивают его на склад, чтобы грохнуть. И Челиус бросает разогретую, но не доведенную до кондиции подругу прямо в китайском районе. Я таких пи***ов давно не встречал. На складе пацаны нет бы сразу грохнуть Челиуса. Вываливают на него, что боссом недоволен, что он бегает по городу с голой жопой и привлекает внимание копов. Но тут откуда ни возьмись по воле режиссеров, появляется подруга, которую Челиус оставил в китайском районе. И начинается обычный день из жизни Стэтхама, где он работает в своем привычном стиле. Стреляет даже он не целя, ведь у врагов сейчас день. Палерия. Плюс Джейс давно уже не мальчик. Любому всунет в попу. Пальчик. Шмаляй в него хоть сам сармат, ведь он прочнее всех тех. Ксалдат. В общем, на изи отстрелявшись от слепых кретинусов, Челиус закидывает подругу в тачку словно ковер и дает по газам на малолитражки, которую бандосы никак не могут ни догнать, ни расстрелять. Ведь если за рулем крутой чел, то это автоматом дает плюс сто пятьсот кобыл под капотом. И тут до подруги доходит, что тут приступ догинга в китайском квартале был неспроста. Как тебе помочь? Действие яда замедляет адреналин. Отчего у нее резко пересыхает во рту, и она наклоняется поискать под сиденьем минералку. И пока подруга утоляла жажду, Челиус отстрелял уже всех гонщих. Фильм для женщин. Челиус добирается до своего доктора, который ставит ему очистительную клизму, и видя сколько химии в последний час в себя тот вел, констатирует факт, который все мы так прекрасно знаем. Как у человека в такой дерьмовой форме может еще сердце биться? А тебе бы в медицинских журналах писать. Но по всем водным Челиусу все равно хана, и он решает доработать Верона. Мне нужен час. И док устанавливает временный пролонгатор жизни, и Челиус забивает стрелку, якобы обменять вещи убитого брата Верона на противоядие. Встретимся в даунтауне, в ленте через 20 минут. Это гостиница. И я сказал, что приеду, сука. Сказал, что приеду, черт тебя подержите, солнышко. И 20 минут оказались какие-то фантастически медленные. Челиус успел найти себе костюм по размеру, его босс Верон арендовать крышу небоскреба, и притащить туда кучу девочек. Ведь когда на убийство Челиуса нужно будет всего минута, нужно так заморочиться, чтобы во время убийства окружающий интерьер глаз радовал. И вместо пули в голову, Карлита снова хочет обколоть Челиуса китайским ядом, когда видит прямо перед собой, что эта хрень на него ни хрена не работает. А дальше, что называется, сделаем постановку на похер. Челиус включает сумасшедшего, угрожая присутствующим пальцем. И в этот момент на крыше материализуется китайц с бригадой, тот самый, которого Челиус пощадил. И тот был так любезен, что бросил все свои дела, и за 20 минут смог организоваться на крышу небоскреба, чтобы поддержать левого наемника. Начинается перестрелка самоубийц, ведь никто не пользуется укрытием. Верон худеет на вес трех пальцев, а Карлита, благодаря гранате и добротному мужику, переодевается из белого в красное. Челиус ловит Карлита у вертушки, но вмешивается Верон и опять по идиотской привычке колит Чевюса ядом, который на него не действует, и проще было бы застрелить. Тут же мафиози Карлита совершает ошибку, назвав злобного, неуравновешенного Верона самцом курицы. Где же ты был, педух дешевый? За что тут же получает три дополнительных дренажных отверстия в желудке. Верон тут же лишается пушки и получает бронелысиный в зубатник. А пилот, чтобы добавить пацанам остроты, дает максимальную высоту, откуда Челиус заставляет Верона совершить с ним парный прыжок. Еще и тратит калории, чтобы сломать ему шею, когда гравитация и так бы все сделала по красоте. А вот с Тетема смерть очканула забирать и по-братски подогнала машину батут. Скорость падения гасится, и с Тетем почти нежно стелится на асфальте и дожидается приезда скорой. Он неубиваемый. Я Терминатор. Субтитры создавал DimaTorzok